Начнем с важного сообщения. С 22 часов понедельника Управление по делам ГОЧС объявляет штормовое предупреждение по ветру в Норильске. Во вторник, 1 августа, порывы могут усилиться до 27 метров в секунду. Как сообщается, нас ждут дождь и юго-западный ветер 12-17 метров в секунду с порывами до 22-27 метров. Температура воздуха 10-15 градусов. Спасатели рекомендуют норильчанам принять меры безопасности. Закрыть все окна, убрать с улицы оставленные стройматериалы, прекратить высотные работы и не выходить из помещения без острой необходимости. А также предупреждают, сильные порывы ветра могут стать причиной тундровых пожаров. О подобных и других происшествиях горожан просят сообщать по телефону 112. По предварительному прогнозу погода успокоится к вечеру вторника. А теперь о спорной инициативе. В России принят закон, дающий авиакомпаниям право исключить норму о бесплатном провозе багажа для покупателей невозвратных билетов. Идея, казалось бы, хорошая – дать россиянам, летающим без багажа, возможность сэкономить на перелетах. Ведь ранее все билеты включали в себя стоимость минимум 10 килограммов багажа. Но общественность и сенаторов возмутила другое – предложенные Минтранцам подзаконные акты, которые должны обеспечить работоспособность закона. Согласно им, из бесплатной ручной клади должны исчезнуть верхняя одежда, что, согласитесь, актуально для северян, ноутбуки и даже мобильные телефоны. В нюансах нововведений разбиралась Анастасия Гринько. Согласно проекту, предлагаемых Минтранцам изменений, минимальный вес бесплатной ручной клади для одного пассажира может быть установлен на уровне 5 килограммов. Но за авиакомпанией остается право увеличить эту цифру. При этом те вещи, которые ранее проводились бесплатно сверх любых нормативов, а именно верхняя одежда, мобильные телефоны, ноутбуки, книги, а также фото и видеотехника, будут включены в эти самые 5 килограммов. Однако писали на бумаге, да забыли про реалии российской жизни. Вряд ли человек из отдаленных регионов, отправляющийся, пускай в двухдневную командировку, будет иметь при себе исключительно телефон и кошелек. А ведь за все, что превысит норму в 5 килограммов, придется заплатить дополнительно. Без доп. платы, согласно проекту, можно будет провести дамскую сумочку или портфель, детское питание на время полета, костюм в портплете, детскую люльку, костыли и складное кресло-коляску. Такой пересмотр нормативов от Минтранса возмутил общественности сенаторов, в том числе и представляющих в Совете Федерации интересы Красноярского края. Это касается очень многих территорий, особенно территорий Крайнего Севера, когда блок невозвратных билетов сопровождается оплатой багажа. Люди летят семьями и самое главное, что, Валентина Ивановна, вот мы посмотрели по сайтам, разница невозвратных и возвратных билетов 2-3 тысячи рублей, а стоимость багажа одного килограмма 5-10 тысяч перевес. И получится, что все люди, которые у нас собрались в ОТУС, в том числе и на юг и так далее, особенно с севера, где только авиация, будут существенные переплаты. Это требует очень-очень тщательной работы и министерству, и, наверное, правительству, потому что этот документ и этот закон, как базовый для данного документа, напрямую затрагивает права граждан. И сегодня та версия, которая представлена нам, ведет непосредственно к нарушению прав наших граждан. По итогам обсуждения сенатор Клишес добавил следующее. Было предложено исключить и списки вещей, разрешенных брать с собой на борт бесплатно, верхнюю одежду, телефон, ноутбук. Наши доводы были услышаны в ходе пленарного заседания Совета Федерации. И, несмотря на то, что закон был одобрен палатой, было принято жесткое протокольное поручение, согласно которому наш комитет и Комитет по экономической политике будут непосредственно контролировать процесс обсуждения и принятия изменений Федеральной авиационной правила. Минтранс на первом заседании осенней сессии должен отчитаться об учете замечаний членов Совета Федерации. На то, чтобы внести поправки в спорный подзаконный акт и принять окончательное решение о том, из чего будет формироваться ручная кладь, у Минтранса есть 60 дней. Именно через этот срок принятый закон вступит в силу. Что же касается невозвратных билетов без багажа, которые теперь хоть официально и закреплены законом, но все же решение об их появлении в сетке тарифов остается за авиаперевозчиками. Крупнейшие российские компании уже высказали свое отношение к новому закону. Так, в Аэрофлоте заявили, что пока не планируют вводить новые тарифы для перелетов по невозвратным билетам без багажа. Пресс-службы компании Airlines сообщили, что приветствуют принятие закона, но не намерены менять свою систему тарифов. Такую же позицию высказали и в S7, услугами которой пользуются и наильчане. Среди тарифов этого авиаперевозчика, кстати, есть и невозвратные билеты без багажа, включающие, однако, 10 килограммов ручной клади. Что же касается основного наильского перевозчика, то авиакомпании Nordstar вовсе нет невозвратных билетов. Все билеты можно вернуть до вылета со сбором. Есть также и правила возврата билетов при фактической неявке пассажира на рейс. Все билеты Nordstar включают провоз багажа. Для наильчан эта норма составляет 20 килограммов плюс 5 килограммов ручной клади. Анастасия Гринько, Новости Северного города. Далее еще об одном нововведении. Где лечиться? На такой вопрос каждый наильчане должен ответить до 1 декабря этого года. В связи с очередными изменениями в законодательстве, каждый пациент должен написать заявление в адрес поликлиники, который желает быть прикреплен. В противном случае страховая компания припишет клиента к медучреждению по месту регистрации. Для кого-то эта роль не сыграет, а вот у некоторых могут возникнуть серьезные проблемы. Как отмечают медики, в Норильске довольно много пациентов, которые прописаны, к примеру, в Толнахе, а живут в Центральном районе. А есть и такие, кто зарегистрирован и вовсе на материке. Именно этим жителям города и необходимо до 1 декабря выбрать поликлинику. Для этого нужно написать заявление на имя руководителя в том лечебном учреждении, к которому желает относиться пациент. Стоит отметить, что за поликлиникой остается право отказать в прикреплении, если на то есть веские причины, к примеру, ее перегруженность. Кроме того, новые правила не подразумевают смену медучреждения внутри района. Потому что, к примеру, взрослые поликлиники на Толнахской 76 и Солнечном 7А юридически одна организация. И тут с территориальной принадлежностью все останется по-старому. Медики обращают внимание, что вопрос прикрепления к поликлиникам касается и взрослых, и детей. Медики также напоминают, что дети до 14 лет включительно должны приходить на прием к врачам в сопровождении законных представителей, которыми являются родители, усыновители и опекуны. Бабушки и дедушки, тети и дяди, братья и сестры к ним не относятся. И у врачей есть право не рассказывать им о диагнозе ребенка и стратегии лечения. Главный детский врач Норильска уточняет, если ребенок придет к специалисту с дальними родственниками или знакомыми, родители. Прием не отменят, просто никаких деталей сопровождающим медик не сообщит. Для ознакомления с диагнозом и планом лечения он пригласит законных представителей маленького пациента. Но если родители не могут найти времени на поход в поликлинику, то есть и лазейка. При явке по записи к врачу на прием с третьими лицами должны быть либо нотариально заверенные доверенности передачи полномочий на это третье лицо, либо как минимум заявления от законных представителей, от родителей, где говорится о возможности передачи врачебной тайны определенному кругу лица и в каком объеме эта информация может быть передана. Стоит отметить, что все это не прихоть медиков, а требования о законодательствах, которые врачи проигнорировать не могут. Напомню также, что связаться с детскими поликлиниками в Норильске теперь можно только по номеру колл-центра 400 800. Что касается отделений в КРК, не в Талнахе и Аганере, туда следует звонить по прежним номерам. А далее расскажем о пользе создания своего совета дома. Своим успешным опытом делятся жители лауреатов 71. Сейчас у них во дворе устанавливают новый игровой комплекс, финансируют работы городской бюджет. Появлению детской площадки активно способствовали сами жильцы многоэтажки. И все благодаря созданию официального совета многоквартирного дома, который при желании могут создать жители любого дома Норильска и таким образом решать свои насущные проблемы. Долгий был путь к этому, ко всему. Потому что надо знать и законы, надо знать и своих жильцов. Надо было обойти каждого жильца, с каждым побеседовать. Была проблема у нас решена во дворе. Была ужасная площадка, небезопасная конструкция. Вот вы сейчас видите, что ее делают, осталось домонтировать до конца. Сергей Михеев, инициатор создания совета многоквартирного дома по улице Лауреатов 71. Ситуация, когда совет МКД создают сами собственники, а не управляющая компания, для Норильска редкая. Жильцы этого двора инициативу проявлять не боятся. И после обхода соседей Сергеем Михеевым за создание совета МКД проголосовали больше 50% жильцов. Теперь в конце августа в этом дворе откроется свежий игровой комплекс. При этом жильцы активно сотрудничали с ЖЭКом и властями, с постоянной комиссией Совета депутатов по городскому хозяйству. Опыт сотрудничества показал, что Совет МКД дает собственникам больше возможностей для решения жилищных проблем. Сегодня мы уже, если говорить о Лауреатов 71, мы уже рассматриваем вопрос о контроле приборов учета общедомовых, не в квартирах. Проблемы капитального ремонта, какие устройства и какие работы в первую очередь производить. У нас есть возможность менять очередность производства. Допустим, если кровля не течет, то хотя ее нужно заменять, а лифт уже не работает, то, конечно, в первую очередь будем менять лифт. Кстати, новая игровая площадка не первый и не единственный результат совместных усилий ЖЭКа, властей и активных собственников. Благодаря коллективному обращению жильцов этого двора, теперь на небезопасном участке дороги Лауреатов-Ленинградская установлен лежачий полицейский и светофор. А всего, благодаря стараниям инициативных собственников, в этом районе устанавливают четыре игровых комплекса и еще три в соседних дворах. Создать совет МКД можно в каждом доме. Главное, чтобы за это проголосовали более 50% жильцов дома. И сейчас советы МКД по инициативе горожан создаются еще по нескольким адресам. На Нансена 90, 92, 94 и 96. Юлия Шысак, Артем Смирнов, новости Северного города. Далее в новостях Северного города финальный репортаж с туристической базой заполярного филиала на Ламе. Норникель и заповедники Таймыра, на чьей заповедной территории находится база отдыха, тесно взаимодействует друг с другом, создавая большие экологические проекты. Один из таких эко-марафон понеслось, в рамках которого на Ламу прибыли эко-волонтеры заполярного филиала. Вместе с командой журналистов на Ламу прибыла и группа эко-волонтеров заполярного филиала Норникеля в рамках программы «Комбинат добра», где они и познакомились с совместными масштабными проектами Норникеля и заповедников Таймыра. Это фестиваль ремесел в Хатанге, проект «Сохраним толстого рога вместе» и эко-лагерь на озере Лама. Кстати, последний по задумке организаторов должен дать старт большому волонтерскому движению в заповедной зоне. Волонтеры могут свободно прокладывать новые безопасные маршруты, при этом становясь профессиональными гидами по территории. А это, в свою очередь, привлечет экотуристов и поможет развить инфраструктуру особо охраняемой зоны. Внимание к таким проектам не случайно еще и потому, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Компания Норникель занимается этими вопросами серьезно. Еще в 2016-м было закрыто одно из старейших металлургических предприятий города – никелевый завод. А сегодня идет повсеместная глобальная модернизация производства. Таланская обогатительная фабрика, Надежинский металлургический завод и медный завод. В начале июля был презентован высоким гостям Сергея Иванова и министра природных ресурсов Донскому шоурум серного проекта, который мы собираемся реализовывать на Надежинском заводе. До конца 2017 года Норникель планирует выбрать одну из технологий по улавливанию и утилизации диоксида серы, что позволит сократить выбросы в городе более чем на 75%. Большую часть программы года экологии занимает и просветительская деятельность. Так, в год экологии и столетия заповедной системы Норникель запустил эко-марафон «Понеслось» во всех регионах присутствия компании. Добровольцам предлагается принять участие в различных этапах проекта. Конкретно если брать эко-волонтерство, он относится к третьему этапу. Там мы должны выполнить проект совместно с заповедниками, которые расположены непосредственно у нас на территориях. Перечень проектов очень большой. Это зависит от того, что нужно непосредственно заповедникам и что мы можем предложить им как волонтеры. И вот один из таких примеров заповедникам Таймыра. Корпоративные волонтеры предложили установить на территории туристической базы «Лама-2» специальные синичники. Мы просто хотели на самом деле создать инфраструктуру для синичников, чтобы привлечь, когда они прилетают к нам в летнее время, чтобы они более активно здесь осваивались, ну и привлечь птиц, живность как раз на территорию «Ламы». Стоит отметить, что «Лама» находится на особо охраняемой территории заповедника Путоранского, входящего в состав заповедников Таймыра. Общая территория которых в совокупности занимает более 10,5 миллионов гектаров земли. А плато Путорана – одно из самых живописных мест на карте заповедников Таймыра. И чтобы увидеть здешние красоты, люди приезжают со всех уголков России. Горы, богатые рыбореки и детственные леса. Ощущение, что ты находишься в параллельной реальности. Напомню, что заезды на «Ламу» для работников заполярного филиала «Норникеля» продлятся вплоть до 29 августа. Специально для организации летнего отдыха своих сотрудников компания затратила около 200 миллионов рублей на покупку пяти современных скоростных катеров. Три из которых уже курсируют из Норильска на ламские турбазы заполярного филиала. А тем временем в самом Норильске началась перепись пригородных дачных поселков. Ее ведут сотрудники городского информационного интернет-справочника «Двагис». Всего уже с 2012 года количество организаций НПР и Дудинки в справочнике уже превысило 5000. В их числе, кстати, и данные всех турбаз в окрестностях города, которые предусмотрительно обновили еще в начале июля. Зная, что этим летом в Норильске останется больше горожан. И эта информация будет особенно востребована. Вот переулок Бухавова, очевидно, написано. Номер 13. Вот интересно, можем ли мы такое название переулка публиковать в справочнике. С пешего обхода начинается работа по нанесению территории на карту электронного справочника. В этот раз сотрудники телефонного справочного интернет-ресурса приехали в дачный поселок за Толнахом, что простоквашина в народе зовется. В нем адреса для своих построек владельцы придумывают сами. Но официально они никем не утверждены. А многие постройки стоят вовсе без опознавательных знаков. Можем придумать нумерацию домов. И такое прямо часто очень бывает, что дом есть, а нигде никаких документов о нем нет. И на Росреестре тоже нет. И поэтому мы сами прислаем, и это приживается, и потом попадает в Росреестр в итоге. Дом без адреса – все равно, что человек без паспорта. Гостю до такого никак не добраться, и дачнику оттуда такси не вызвать. А добавление таких территорий на карту решит подобные проблемы. Для большей точности табографирования используются современные технологии. В преддверии этого летнего сезона, когда в Норильске осталось больше норильчан, сотрудники справочника сверили информацию по всем базам отдыха. А их в окрестностях Большого Норильска почти 30. И в июльском обновлении по ним представлена самая актуальная информация. И первым таким опытом по нанесению на карту дачных поселков стал район лыжной базы на горе Отдельной. По отзывам горожан, такая практика очень удобна и полезна для населения. Как видно, сейчас на карте информационного справочника поселок Простоквашино обозначен только очерченной территорией. Но, как обещают сотрудники компании «Двагиск», к началу сентября здесь появится обозначение домов, проездов и улиц. Андрей Гришков, Артем Смирнов. Новости северного города. А сейчас мы отправимся в путешествие вместе с участниками поистине исторической экспедиции, доказавшей, что Норильск на 100 лет старше. Она была организована прошлым летом по инициативе Клуба исследователей Таймыра. Группа наших краеведов и красноярских археологов отправились в район рек Норильская и Рыбная, на станок Норильский. Наша съемочная группа была в составе этой экспедиции и приняла участие в раскопках. Находок было немало, и вот результаты известны. А мы готовы рассказать, как это было, сколько же на самом деле лет Норильску и какие тайны скрывает часовня. В первой серии знакомимся с участниками экспедиции. Субтитры создавал DimaTorzok Великой Северной экспедиции. В 1742 году приехали на устье реки Норильская и ночевали в Норильском зимовье. Но главной отправной точкой археологических работ в районе нашего города стала установка памятного креста на пересечении рек Норильская и Рыбная, где и находился станок Норильский, который периодически увеличали часовней из-за находившейся там небольшой церквушки. По нашей часовне известно, что она была поставлена здесь в 1862 году. То есть сейчас ровно 150 лет с того момента, как у нас здесь появилась часовня. И именно тогда, пять лет назад, наши краеведы решили, что к нам обязательно должны приехать настоящие археологи, чтобы помочь разобраться, что же находилось на территории станка до установки здесь часовни, что важного она скрывает по толще зарослей и времени. И каким же годом датировать возраст Норильска? Нам немножко обидно, когда мы празднуем, красиво празднуем, как сказать, достойно празднуем. Но 60-летие, например, города, да, то есть отсчет у нас начинается с 1953 года. Правильнее было бы сказать, что мы празднуем присвоение статуса города, но никак не город. И даже не 1939 год, когда поселок Норильск официально отошел в ведомство Дудинки, это тоже не тот год, к которому нам хотелось бы обращаться. Для этого клуб исследователей Таймыра разработал проект «Большая история Большого Норильска» и заручился поддержкой мэрии в рамках городского конкурса социальных проектов. Так, мы, знаете, что, рюкзаки, наверное, вот так вот, по баллонам. На берегу реки Норильской оживленно и шумно. На катамаран, который переправит экспедицию на место, грузят провизию, палатки, инструменты для раскопок. Эти полурослики – нет, не профессиональные археологи. Это дети, которых также привлекли к необычному для них мероприятию. Еще одна цель проекта – это, конечно, привлечение сюда ребятишек. Чтобы эти ребятишки тоже прониклись пониманием того, насколько их земля интересна и исторична. Потому что любить землю, на которой ты живешь, нужно только тогда, когда ты о ней знаешь, как много больше. На рюкзаки не наступать, рюкзаки складывать аккуратно. Эта бойкая малышня первая прибыла на место раскопок. У них важное задание – установить лагерь к приезду главных героев экспедиции – красноярских археологов. Давайте знакомиться! Александр Заика – кандидат исторических наук, доцент кафедры Музея ведения исторического факультета Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Астафьева. Директор Музея археологии и этнографии Сибири. Директор Объединенного музея имени профессора Валерия Иванова. Сфера научных интересов и достижений – древнее искусство народов Сибири, методика исследования петроглифов и охрана культурного наследия. Список только избранных публикаций – более десятка. Данил Лысенко – археолог, выпускник Красноярского государственного педагогического университета имени Виктора Астафьева. Директор научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскание». Сфера научных интересов – изучение памятников археологии периода русского освоения Сибири и охранно-спасательной раскопки. Полина Ишутина – археолог, заместитель директора научно-производственного объединения «Археологическое проектирование и изыскание». Артур Ефимов – геодезист Красноярской геоархеологии. Вот эта команда и займется изучением станка «Норильский». Ну а для начала нужно устроиться и подкрепиться с дальней дороги. Но не успели археологи установить рабочие модули и усесться у костра для приема ужина, как наша норильская погода решила их по-своему поприветствовать. Как видите, первый день нашей исследовательской экспедиции выдался очень ярким. Обе группы успели заехать в лагерь в очень хорошую, теплую, солнечную погоду. Ну а ужин, как вы видите, в палаточном модуле. Мы здесь прячемся не просто от дождя, а от очень мощного ливня, от грозы. И мне кажется, что наша норильская погода решила сразу показать нашим красноярским властям-археологам, какой она может быть. Александр, ну и как вам наша погода? Замечательная погода, бодрящая, веселая, не дает соскучиться, расслабиться тоже. Где еще такое встречали? Да, постоянные везде. Бывало, что и палатки улетали, бывало, что и тенты сорвало, и полностью заливало. Всякое бывало. Не хотелось, конечно, повторяться. Тем более, в такой хорошей компании. Доставлять какие-то грустные минуты. Ну, все нормально, все хорошо. И правда, чего волноваться. Тем более, завтра нас ждут великие дела. Команда начнет изучать станок норильский, который, мы уверены, подкинет нам интересные находки и приблизит к ответам на наши многочисленные вопросы. Людмила Кожевникова, Александр Вори, новости северного города. Кстати, экспедиция в эти места была организована и в этом году. Наши краеведы и красноярские археологи вновь обследовали места вокруг станка Норильского и обнаружили следы стоянок рогишей коренных жителей Таймыра. А на самой часовне школьники под руководством археологов во время новых раскопок обнаружили нательные оклады, датированные XIX веком, и другие артефакты, образцы которых будут теперь храниться в музее 41-й школы и в городском музее. Ну, а продолжение рассказа о сенсационных находках на станке часовня вас ждет в ближайших выпусках новостей.